Я к мудрости Заметили ли вы, друзья, как современные люди боятся собственной тени? Как трепещут темные и нечистые силы, одновременно испытывая непонятное и рациональное влечение к демоническому миру? Только посмотрите сторонним взором на сатанинское учреждение Хэллоуина. Только посмотрите в бульварных газетах количество объявлений, которые делают маги, йоги, осьминоги, ворожеи, ведуны, колдуны, экстрасенсы, заманивая наш несчастный народ, Не лишенные реликтов остатков религиозного чувства предлагаем вместо покаяния, веры и угождения Богу снятие порчи, навороты, привороты и прочую мерзость, Вляпавшись в которую, совсем непросто уйти от вредоносного для души воздействия нечистого духа. В России это еще цветочки, а ягодки-то на Западе. Посетив Великобританию, вы в этом убедитесь. С одной стороны, английская королева, монархия просвещенная, многотысячелетние традиции старой доброй Англии, а с другой повсеместная вера в привидения, которые обитают в заброшенных замках. Этот бытовой демонизм настолько глубоко проник в создание нашей молодежи, что отражается даже внешним образом. Представьте себе, пирсинг, прокалывание лица металлическими, острыми, маленькими предметами, и тату, татуировка – это скрытое призывание, а значит пассивное общение с демонами. И подобные привычки еще в Ветхом Завете назывались мерзостью пред Господом и были недопустимы для святого народа Израиля, который в свое время дал прообразом народу христианского, собранного от всех племен и языков. Итак, в этом темном мире, зараженном демоническими бесовскими энергиями, сияет, как столб пламени небесного, Церковь Христова. Она именуется в Священном Писании столпом и утверждением истины. Глава Церкви – Христос, победитель ада, воскресший из мертвого Бога человек. Кормчий Церкви – Господь Бог, Дух Святой, энергия которого, именуемая благодатью, дышит свободно и изливается через семь тайн Церкви, освобождая христианина не только от пленения, но и от самой зависимости и воздействия демонических сил. Христос, сокрушивший главу дьявола, поправший крестный своей смертью и воскресенье Люцифера в самую глубину ада и связавший его смертоносную разрушительную энергию действием божественной благодати на тысячу лет, это символическое число означает все историческое бытие Церкви на земле. Вручил нам смертоносное для демонов орудие, животворящий крест Господень. Нося его на груди, осеняя себя крестным знаменем, благословляя путь-дорожку, всякий раз, когда мы выходим из дома, мы становимся воистину страшными, неприступными для бесовской силы, если только веруем в Иисуса Христа умом и сердцем, призывая Его святое имя в тайне сердца Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, очисти, помилуй меня грешного. Итак, Христос победитель царства тьмы, Христос разорил ад, Христос отнял у падшего ангела все его оружие, все его отмычки разорил и нейтрализовал его падшую силу, которую он и поныне направляет на обезверенное человечество. Раскрыв Акафист Иисусу Сладчайшему, мы с радостью о свободе, о силе, которую Господь даровал своим ученикам, молимся Иисусе, преисподних потребителю, потребителю, то есть разорителю. Тот, кто верует во Христа, должен чаще вспоминать час собственного крещения, когда сам Бог, устами священника, вложил в наши руки копье. Этим смертоносным оружием мы поразили сатану и сокрушили его под свои стопы. Отрекаешься ли от сатаны? Спрашивал наш пастырь. Отрекаюсь. Отрекся ли? Отрекся. Дуни и плюки на него. Фу! И этим священным действием мы засвидетельствовали Церкви, что Бог через таинство крещения облекает нас силой, дает нам обоюдоострый меч к разорению всех козней и препобеждению всех соблазнов лукавого духа. Вот почему истинному христианину свойственна некая царственность, спокойствие, христианское достоинство заключается в том, что в нашем сердце обитает благодать Святого Духа, которая облекает нас светлыми одеждами, делает христианина чуждым всех нечистот древнего змея, который тот распространяет в этом мире, лежащем во зле. Радуйся, преисподних потребителю обращаемся мы ко Христу, Богу, и молимся, чтобы Он даровал нам разумение, осторожность, мудрость, дабы, живя в этом мире, мы не имели в себе мирского Духа, чужды были ушлости и пошлости, нецеломудрия и грязи в мыслях и желаниях, поступали бы чисто, честно, благородно, созидали бы наше общение с ближними в духе порядочности, ответственности, правды и любви. Но, конечно, гораздо легче выработать какие-то внешние правила поведения, характеризующие благородного человека, чем добиться сердечной чистоты. Ведь сам Спаситель, обращаясь к своим ученикам, говорит, очистите прежде внутренние чаши, и тогда все внешнее у вас будет светлым. Мы должны радеть не столько о форме, сколько о содержании. А содержание – это наши мысли, наши желания, наши намерения, помыслы, которые наполняют резервуар человеческой души. Вот здесь-то нам особенно потребна божественная благодать, потому что в тихом омуте, испорченном человеческом сердце, как известно, всякие вводятся рептилии и гады. Итак, главная наша нравственная задача – самоконтроль. Всегда держать в фокусе внимание наше собственное сердце. И едва лишь только в водах этого сердца поднимут свои змеиные головы страсти гнев и сребролюбие, гордость и тщеславие, чревоугодие и похоть, уныние и печаль. мы призваны в сознании своей немощи и слабости обратиться ко Господу сил, тому, кто разорил сатанинскую державу с глубокой верой и искренним убеждением, что по нашей сердечной молитве Бог таинственно явит в душе свое присутствие и энергии Святого Духа очистит сердце от непрошенных посетителей, выдворив в нем смирение, чистоту, кротость, терпение, мир и любовь. Итак, прославляя Господа, Который разорил державу смерти и сковал по рукам и ногам злого Духа, будем всегда держать при себе этот меч молитвы Иисусовой, призывая имя Господня, мы призваны водворять порядок в душе, едва лишь только ее взбаламутит какое-то худое желание, мнительность или злоба, уныние, печаль, едва лишь только грех начнет стучаться в врата или в окна нашей души. Господи Иисусе Христе преисподних потребителю очисти мя, помилуй мя, даруй мне силы сопротив воюющих на мя, Господи не остави меня слабого и немощного, заступи, спаси и помилуй своею благодатью. Не должно думать, что живя на земле мы можем когда-то успокоиться и, так сказать, опочить на лаврах. На войне как на войне. И та священная брань, которую мы являемся участниками, не стихает даже к концу земного бытия. Христианин по природе воин. Вот почему и в годы его земной жизни, и по исходе души из тела, он никогда не имеет права расставаться с молитвой. Молитвой, которая, как духовная пуповина, соединяющая плод с шревом матери, являет собою свидетельство, что Бог животворит душу своей благодатью. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести, огради меня, Господи, силой чеснагу и животворящего твоего креста, тем же сохрани меня от всякого зла. Боже, милости буди грешному, Господи, Иисусе Христе, спаси, очисти, помилуй меня грешного. Так или иными словами, однако с великим вниманием, влагая ум в каждое слово молитвы, мы призваны идти тропой земной жизни, видя пред собою невидимого Бога, сознавая, что Он всегда взирает на нас с высоты своей славы, всегда покрывает нас божественной помощью, никогда не оставляет одних, но восполняет нашу немощь, божественную благодатью. Так мысли, так жительство, мы будем страшны для демонов, как говорили в старину русские люди, пусть, взирая на тебя, демоны плачут, а ангелы улыбаются. Редактор субтитров